Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Арина выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют чужеродные голограммы или копии, это все выходит, становится видимым. У меня страшная конструкция внутри. Конструкция внутри. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Арину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Арины поднимаемся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Арину и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свое биополе. Спрашиваем маму. Мама согласна. Арина кивает. Она знает, как на щелкунчика похожий у него внутри, как растяжки. И силой моего намерения эта конструкция на счет 3 отключается до числового значения 100% и полностью безболезненно выходит из ее биополя, зависая перед ней в воздухе. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Отключаю конструкцию полностью до последнего винтика. Готово. Отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Арины под ногами. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Арины. Находит все. Белый дракон. Белый дракон. Ча конструкция. Дракона. В моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. Он кричит. Убери. Зачем ты в ребенка эту конструкцию установил, паразит? Он встраивался, он у нее. Убираю печать. Устраивался? В ребенке, которому 11 лет? Устраивался, да. А я тебя сегодня в эту конструкцию заключу и включу ее на полную мощность. И вот так я тебя отпущу. А может даже и клеймо получишь за то, что ты сделал. Он говорит, что она мне подходит. Она тебе подходит. А ты ей подходишь? Он говорит, моя жизнь важнее. А я так не считаю. Чем твоя жизнь важнее ее? Говорит, что мы древняя цивилизация, выжившие миллионы лет. А вы? А мы? А мы что? Ну, произведены и поселены. Сегодня есть, завтра нет. А в тебе живет частичка Абсолюта? Есть она у тебя? У меня есть вокруг души. А от Абсолюта у тебя частичка есть? Как у каждого присутствующего, включительно ребенка, в этой комнате. Есть в тебе свет Абсолюта? У меня есть его свет. Моя цивилизация. Ты за миллион лет ни на сколько не продвинулся в своем развитии. Кроме как входить без защитных детей. Вот ты сейчас себя считаешь сильным по отношению к ней. А я считаю, что я сильнее тебя. И могу тебя сейчас просто... Открой портал в галактическое ядро под тобой, и ты уйдешь туда, в нирвану, навсегда. Он говорит, ты мне не подходишь. Я тебе не подхожу. А галактическая полиция тебе подходит? Слышал о таком? Слышал. Хорошо, дракон. Мы с тобой отдельно еще поговорим. Так. Черт, спрут, белый дракон и эта конструкция. Еще что-то есть, Вера? Все. Хорошо. Так. Черт. Как долго ты находишься в этом биополе? Он как-то так потрясывается, как будто его что-то раздражает. Что тебя раздражает, черт? Энергия его раздражает, которая вокруг нее последнее время. А что это за энергия? Неуютно ему. А. Захотел уйти? Дом почистили. Плохо ему стало. Это всегда так. Мы когда дом чистим... Да, это не на него. Мы всегда, когда дом чистим, всегда сущность чувствует себя неудобно. Хорошо. Значит, ты согласен добровольно выйти и, соответственно, все брать. У ребенка лярв, я думаю, нет. В таком возрасте еще рано. Итак, сколько ты находился в ее биополе? Три с половиной года. Хорошо. Три с половиной года. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? Спрут давно. Семь лет. Белый дракон. Ты не ответил, как долго ты находился в этом биополе? Около четырех лет. Четыре года. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Арины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстраиваются. Сущности каждый подходит к своему каналу. Дополнительно выстраиваю канал к этой конструкции. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Арине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Что идет от конструкции, Вера? Посмотри, пожалуйста. У нас есть канал к дракону. К нему возвращается белая плотная энергия, как он сам. И еще он мне показывает, почему он зашел. Итак? Ребенок. У него сомнения очень большие. Какие-то у ребенка были. Хотя ей все объясняли, ей все равно было что-то непонятно. Мама была беременна. И он на сомнения зашел. Она не знала, как ей быть. Что будет, будут ли ее любить дальше. То есть ребенок еще не родился, получается? Брат ее. Ага, хорошо. И на эти чувства он зашел. В общем, появление брата ослабило девочку в том плане, что у нее внутри были сомнения. Она не могла объяснить это, но у нее села вот этот какой-то страх. Непонятного, как себя вести и как относиться, что будет с ней. Будет ей любить или не будет, и уделять столько внимания или нет. Это все понятно такое, знакомо на земле. И он ее успокоил. Он ее успокоил в этом плане. И таким обманом зашел в ее биополе, да? Да. Хорошо. Хорошо, закончилось. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Арина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Арина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия усилием в пятьдесят раз. От какой цвет идет от дракона? Что он забирал? Радуга идет. Детскую энергию, да? Детской радости. Но здесь не радость, здесь больше как слово счастье идет. Скайна, искристая энергия. Вот так вот. То есть остались страхи, а счастье он откачивал. Паразитарная сущность. Хоть и миллионы лет тебе, вашей цивилизации, но все равно паразитарная. Он говорит, что это странная, искристая энергия. Бодрит. Ты не имел права ее получать, она не твоя. Ты ее украл. То есть ты банальный вор. Он говорит, ну и что, вы же пьете разные коктейли, почему я не могу? Мы не пьем коктейли из драконов. Это наша... Ты не понимаешь разницы? Я не вхожу в твое биополе для того, чтобы заправиться энергиями. Это наше питание. Хорошо, значит ты паразит. Подпитка. Это ты... Так я же тебе объясняю. А ты паразит. Я просто беру вкусные. Хорошо. А я тебе сегодня устрою веселый вечер. Тебя отобьет желание. Ты знаешь... Конструкции тоже сделай канал. И выстраивай канал. Конструкции. Один, два, три. И реверсом забирай все чистые, светлую, божественную энергию. По праву. Один, два, три. Пошла энергия назад. Да будет так, а так и есть. Такая же энергия идет от конструкции. Радость. Радость. Ну вот, больше части она такая искристая радость, она красная. Да. Спокойствие. Удовлетворение. Все, назад вернее. Забираем по праву. У вора, белого дракона и его конструкции. Букет детских чувств, я бы сказала. Это самая чистая энергия. Для этого я его накажу сегодня. Готово. Хорошо. Черт. Выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Докладывай о готовности к проверке. Информация для всех. Проверка будет проводиться 2 миллиона герц. Если кто-то что-то оставил или забудет, он сгорит просто в клетке-тюрьме. Такое бывало не раз уже. Поэтому я предупреждаю. Все. Вытаскивайте. Ничего не забывайте. Приступай, черт. Он что-то ворчит так много. Не нравится им атмосфера здесь. Он говорит, я всего 4 герца. Убить меня хотите своими вибрациями? Нет. Если бы хотели, убили бы. Не хотим. Делай быстро все, быстро уйдешь. Ладно, ладно. Снимай с рук. С рук снимает. Как веревки на запястьях у нее завязаны. Хорошо. Подчинял она ее себе. Носки. Готово. Хорошо. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. Докладывай готовности к проверке. Ничего не забывай. А вот Спруту места в ней мало было. Он слишком большой. Хорошо они ее прессовали. Он говорит, как на дрожжах рос. На ее энергии. Да. Энергия она из семьи брала. Это питало ее. В семье хорошая атмосфера. Это питало девочку. Через нее они пытались. Хорошо. Так. Если что-то еще в биополе Арины осталось на частоте белого дракона, включая внутренний белый свет, это все выдавливается до последнего микрона. Вся его энергия полностью до последней частички выходит из биоробота Арины и формируется шар перед ней. Пошел свет. Готово. Большой шар. Есть там еще что-то? Только энергия плотная белая. Открывается внизу под этим шаром портал в галактическое ядро. Энергия улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Я даю команду на рассинхронизацию Арины с конца до числового значения 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скэнер проводит контрольную проверку. 1, 2, 3. Малейший наночастиц уничтожается на месте. Выпаривается полностью до последнего микрона. Никаких следов от интерферентов не остается. А девочка ангел. У нее, она говорит, ангелы и драконы всегда имеют противостояние между собой. И те, и те с крыльями, и у них всегда есть конфликт. Они по разной стороны. Это верно, Арина. Так и есть. Хорошо. Но чистая. Чистая, отлично. Хорошо, буду отпускать. Там черту уже не терпится. Подхожу сейчас к Арине. Кладу руки на плечи. Доимпульс высокого аббрационного шока удара. Сжигаю все каналы к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает все каналы. Готово. Хорошо. Открывается портал галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Черт готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Ставь пентаграмму. Готово. Хорошо. Спрут готов уходить? Готово, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли выйти на связь. На связи. Ли, я приветствую тебя. У нас белый дракон здесь находится. Четыре года сидел в ребенке, ему 11 лет. Конструкцию установил очень серьезную такую. Посмотри ситуацию. Мотивировал тем, что я вижу, принимать будем. Он вообще никакой частички осознанности. Он говорит, ему вкусно и все. Вот он будет жрать эту энергию. А есть такие любители? Я просто знаю, по белым драконам они намного опаснее. Красных и синих мы уже встречались с ними. Просто я удивился, в таком маленьком ребенке такая сущность сидит огромная. Давай, дракоша, пиши письма. У ребенка душа сильная. Ангел. Конструкцию уничтожить, да? Да. Открывается портал в галактической ядре. Конструкция летает на переработку в чистую первичную энергию. Отлично. Клетка пустая сейчас? Да. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Для активации и идентификации души, я думаю, еще рано, да, Вера? Рано и так знает она кто. Пусть тонкая копия Арины вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, что это момент рождения. Шестьсот. Шестьсот, да? И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Арины до значения шестьсот герц. Пошел подъем. А у детей это радость, когда рождение, да? Ну, для нее это радость была. У нее какая-то определенная функция. Миссия. Функция, миссия, да. Хорошо, отлично. Теперь она может ее исполнять. С драконом бы она сама вряд ли справилась в таком возрасте. И ей или маме нужно обращаться к Архангелу Михаилу, если что-то. Ей и маме. Если ей что-то нужно. Хорошо. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, мы закончили чистку Арины. Арина, как ты себя чувствуешь? Великолепно, чисто. Замечательно. Держи эту чистоту. Ты знаешь сама, кто ты. Все остальное ты услышишь в сеансе. Будем возвращать тебя до тебя сейчас назад. Она говорит, я воин. Ты воин? Молодец. Приветствую тебя от Ангела Война к Ангелу Войну. Очень рад. Хорошо, Ариночка. Будем тебя возвращать назад. Она говорит, мои крылья белые. Есть белые, есть черные. Согласна. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Арины в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Она на меня показывает и говорит, я как она. Отлично. Она имеет в виду сильная. Хорошо. Значит, силы у тебя есть. Еще у тебя очень сильный учитель. Так что всегда можешь кем-то обращаться молитвой. Он тебя всегда слышит. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. А я на месте. КОНЕЦ mental. Субтитры создавал DimaTorzok